Иглаш, запустить переговоры. Ну, Кир, правой части нет, выключили. Сегодня еще можно сказать стоп и заново прогнать неидеально сыгранную сцену. Новые ощущения, смысл, вложенный в сюжет, а бесценный опыт. Ингурский тюз, задумав выйти за рамки своего репертуара, решил поставить спектакль по мотивам известной пьесы Островского «Гроза». Знакомые со школьной скамьи персонажи Кабани и Тихона Катерины с помощью кукол на сцене обыгрывают актеры театра юного зрителя. Не просто тем актерам, которые сами играют на сцене, но кажется еще сложнее тем, кто оживает своих персонажей в куклах. В их руках в буквальном смысле главные действующие лица. Сыграть своего героя, чтобы зрители не просто верили, а чувствовали душой особое умение, которое приобретается благодаря усердию и терпению. Куклы, которые за кулисами кажутся простыми игрушками на сцене, как живые преображаются. Планшетные куклы выходят на сцену только вместе с артистами, чтобы зритель не путался на кого же смотреть. У кукловода есть правило – просто смотреть на куклу. В этом спектакле их задействовано только три. Варвара, Тихон и Катерина этим троим точно есть, что скрывать. За куклами они прячут свои настоящие чувства, в первую очередь перед Кабанихой. Но как только она уходит, истинные лица пристают по всей красе. Именно они оказываются наиболее значительными в итоге. Глаза в постановке режиссера Ахмедельянова – это классическое представление произведения. Вечные проблемы в отношениях и влияние института семьи в целом на определенных персонажей. Но на первый план сегодняшней постановки выводят даже не главную героиню Катерину, а саму Кабаниху – деспотичную мать и свекровь, которая держит бесхарактерного сына и невестку в ежовых рукавицах. Слушайся, маленький. Скажи, чтоб свекрови не грубила. Сверх крови не груби. Чтоб любила свекровь, как родную мать. Приказывай, приказывай. Взаимодействие все-таки в каждой семье, взаимодействие крови со снохой. И это воспитание детей все-таки, да, своей семьи. А куклы в этом спектакле, наверное, играют такую роль, что ты характером и внутри себя не можешь сказать, тогда ты преподносишь куклу. То есть это неодушевленный предмет. Он не может выразить чувства. Он не может выразить характер. Поэтому, наверное, присутствие, мне кажется, вот режиссер решил так, потому что все-таки специализация у нас все-таки это охотитеатр юного зрителя. Больше предпочтений отдаем куклам. Какую-то составляющую мы пытаемся сдвинуть ее чуть-чуть в нашу сторону, чтобы кабаниха была не человек, который киранит семью, а человек, который пытается удержать семью в традициях, в обычаях. Мы будем говорить нашим языком, в рамках наших адатов, тех адатов, в которых они вырастают, где она говорит, что воля – это не всегда хорошо. То, что вы рветесь на свободу, вы не знаете, чем, что вам сулит эта свобода. А вот эти традиции, обычаи, нравы, в которых выросло не первое поколение, оно было проверено временем, веками, и им это нужно было сохранить. Она пытается все это как-то удержать. Насколько это будет узнаваемо нашей историей, не знаю, тоже будем проверять на зрителя. Артист как донора дает частичку себя, не требуя награды. Эти слова в полной мере характеризуют народную артистку Радиму Ильянову. В день кукольника, как и все, кто играет по ту сторону декорации, она говорит о своем счастье, счастье в профессии. Жизнь в театре началась с кукольного театра, естественно, я в нем до сих пор и нахожусь. Это с 15 лет я здесь и по сей день. Куклы для меня это, я не знаю, да, играть в живом, правильном плане, это интересно, являешься. Но если бы меня спросить, я бы никогда не бросила куклы. Я уже не смогла бы, наверное, их просить. Для меня очень интересно оживить куклу, и очень интересно играть для детей. Потому что дети это очень отзывчивый, хороший зритель. Театр кукол – это целый мир, который завораживает своей загадочностью детей, а взрослого возвращает в беззаботный мир детства. Счестовать ежегодно профессионалов кукольного искусства в мире начали совсем недавно, с 2003 года. А в регионе этот праздник отмечают и того меньше всего 6 лет. Сегодня ингушские актеры кукловода, как всегда, празднуют его в кругу театральной семьи, чтобы в очередной раз оживить сказку для зрителя. Жарадат Холухоева, Джамалил Томасханов, Новости 24.